Всем привет! Я снова с вами и снова на моем канале. Сегодня я хочу рассказать и поделиться своим опытом использования своей новой экшн-камерой DJI Osmo Action 4. Вот она у меня в руках. Малышка, симпатяшка. И поверьте мне, она снимает достаточно хорошо. Во-первых, у нее сенсор 1,3 инча. Это самый большой сенсор из всех экшн-камер, которые есть на рынке на сегодняшний день. Он пропускает света намного больше, а значит, в вечерние часы и при плохой освещенности он работает намного лучше. И это уже радует. Во-вторых, вес этой камеры 145 грамм. 145 грамм и форм-фактор ее дает возможность транспортировать хоть в карване, хоть в сумке, хоть где угодно. Она нигде не мешает, нигде не путается и всегда под рукой. Это очень удобно, это очень классно и я лично доволен этому. Следующее, что у нее батарейка 1770 мА. И она работает в 1080 fps в 24 кадрах до 180 минут. Я лично EF4K 25 кадров в секунду снял видео на час 20 и у меня осталось еще 30% батарейки. То есть, очень классная батарейка, очень хорошо работает. Я доволен. Просто вот других слов нет. Снимает днем замечательно. Таймлапсы, гиперлапсы, видео динамичные, видео слоу-моу. Очень хорошо отрабатывает она себя. Субтитры сделал DimaTorzok аксессуары 1 аксессуар хочу я хочу вам показать это вот такой бокс с батарейками этот бокс позволяет заряжать батарейки до 80 процентов за 18 минут это фантастика я еще не видел таких аппаратов которые бы заряжали так быстро эти батарейки полная зарядка всех трех батареек происходит порядка 50 минут что тоже очень хорошо в gopro полтора часа в хорошем раскладе одна батарейка заряжалась и я был счастлив здесь просто моментально и не надо думать о том что у меня не заряжены батарейки или еще что-то такое все очень быстро и очень хорошо второе у меня есть вот такая вот штучка вот такой вот штативщик которая очень легко с помощью магнита который шел вместе с этой камерой закрепить на нем вот пожалуйста то есть ты идешь снимаешь опять же прячешь карман и до свидания теслин вот такой вот теслин чехол я приобрел на алиэкспресс стоит копейки но посмотрите 1 2 закрыл и пошел если ты идешь куда-то в поход или в какие-то экстремальные такие условия то в этом чехле тебе не страшно что ты где-то ударишь ее или еще что-то поцарапаешь она всегда защищена очень удобно следующее что я хочу вам показать из аксессуаров это вот такой вот магнит магнит на шнурке вы наверное все знаете этот аксессуар он достаточно известный очень удобный и вот этим аксессуаром я пользуюсь уже не один год уже года два и он мне очень здорово помогают съемках посмотрите как это выглядит с этой камерой то здесь есть такие регулировочные веревочки я его надеваю на шею засовываю под майку ставлю магнит сюда камеру все пошел снимать никого это как бы не смущает особо этого не видно и очень удобно идти разговаривать здесь вот микрофон как раз очень близко и очень удобно снимается тоже очень просто вот так вот отстегнул его снял эту штуку снял эту веревочку и пошел дальше также этот магнит очень хорошо примагничивается к любым металлическим предметом также на машину я его могу поставить ехать примерно я ехал с камерой где-то 60 70 километров в час и не было намека чтобы он слетел с машины и поэтому я этот аксессуар всем очень рекомендую следующее что я хочу вам показать все вы наверно знаете диджай миг это микрофоны диджаевские которые очень полюбились многим у меня он тоже есть и что хорошо на эту камеру он крепится очень легко я снимаю крышечку вот так ставлю ресивер в камеру сюда микрофончики пошел снимать очень все просто удобно не надо никаких танцев с бубнами которые были в gopro это замечательно итак мы посмотрели сейчас несколько аксессуаров о чем я хотел бы с вами еще поговорить во первых есть несколько лайфхаков с этой камерой которые бы вам очень пригодились когда мы снимаем камерой себя то есть три вида углов то есть стандартный широкий и очень широкий но даже на стандартном углу она получается слишком широко и лицо иногда получается такое искаженное и для блога иногда хочется поснимать себя вот именно в портретном таком режиме что я делаю я захожу в камеру в самой камере есть увидеть цифровое увеличение что я делаю я нажимаю вот сюда и вот этим вот вот этим вот колесиком виртуальном я немножко приближаю картинку и потом снимаю себя более портретном режиме очень удобная функция и я с удовольствием пользуюсь потому что не всегда тебе хочется чтобы твое лицо на картинке было размытым это первый лайфхак который хотел вам рассказать итак следующий лайфхак вы наверно не раз видели когда вы снимаете вечером в помещении где есть лампы на улице где есть фонари происходит такое мерцание и вот чтобы этого мерцания не было оно происходит во первых из-за того что в стране допустим есть стандарт в электросетях 50 герц а вы делаете настройки камеры для 60 вот происходит это несоответствие происходит это мерцание чтобы его не было просто запомните если вы в израиле или в каких-то других странах где 50 герц в в электросетях стандарт то пользуйтесь 25 кадрами в секунду и тогда у вас этого мерцания не будет если вы хотите увеличить кадры то увеличивайте вдвое в трое в четверо и у вас всегда будет плавная хорошая картинка без вот этих вот мерцаний следующее о чем я хочу с вами поговорить это о том как снимать вечером при плохом освещении ведь даже если он стоит на автоматических настройках у вас не будет идеальной или даже хорошей картинка все почему потому что электронная стабилизация которая стоит в этой камере она матричная и она стоит неподвижно поэтому программным путем она стабилизирует картинку и когда вы ставите на автомате съемку то у вас выдержка получается очень длинной и она опускается вниз и у вас получается очень сильный motion blur и вот когда происходит этот motion blur проявляются все вот эти вот жуткие артефакты на картинке сзади и вы не знаете что с этим делать пытаетесь бороться но ничего не получается поэтому для того чтобы этого не случилось я вам сейчас покажу настройки для этой камеры вечернее время и поверьте мне если вы снимете с этими настройками у вас никогда больше не возникнет проблем со съемкой вечернее время или при плохом освещении поехали настройки для ночной съемки и съемки при плохом освещении заходим в разрешение и выбираем 4k 25 кадров в секунду следующее что мы делаем в стабилизации ставим rock steady заходим в основные настройки в режиме про экспозиция делаем выдержку 1 50 iso 1600 подтверждаем цвет обычный баланс белого автоматический заходим в регулировку изображения ставим резкость на 0 а сокращение шума на минус 2 подтверждаем заходим в пресеты пресет номер 4 делаем перезаписать его подтвердить